Всем привет, мои прекрасные книголюбы! Сейчас мы с вами обсудим прочитанное. Также покажу новые книги, которые у меня пополнились на чтение в сентябре. Распакуем одну посылку новую. Я даже не видела, как там выглядит книга. И плюс, я покажу вам все-таки наполнение той самой посылки. Первый раз мне такое приходит. В общем, для меня это было просто поразительно, удивительно, насколько продумывал автор презентацию своей книги. Во-первых, давайте, естественно, обсудим книжных червей. Это третья часть, заключительная. Здесь, вот в предыдущих частях, мне очень сильно нравился момент, когда была описана интерлюдия каких-то персонажей. То есть, каким образом персонаж из книги был перемещен в нашу современность, в наше настоящее время. То есть, каким образом, на каком, значит, переломном моменте в жизни. Мне очень сильно понравилась здесь интерлюдия Раскольникова. В общем, это было... Ну, и печально, и смешно, особенно, когда он пошел покупать, значит, продукты, ну, вообще, так сказать, интегрировался в наше общество и просто офигел от цен. То есть, за тысячу рублей раньше можно было, я не знаю, ну, очень много что купить. Сейчас же, когда он оказался в наших реалиях, он был, так сказать, в шоке. Далее, все герои... Ну, кто не знает, о чем здесь история, то есть, герои русской классики, они были признаны в наш мир с помощью ожерелья. И вот часть этого ожерелья, жемчужины, нужно было отыскать персонажа. И вся третья книга, она, собственно, нацелена на то, как же конкретно работает это самое ожерелье, и что вообще дальше с героями произойдет. То есть, здесь очень много столкновений с тем, что они понимают, что существуют творцы, авторы, которые создают персонажей, то есть, каждый из авторов современности, ну, это я уже вам в нашем мире рассказываю, каждый из авторов создают персонажа, и этот персонаж, наделенный определенной судьбой, он ее реально проживает. Я была очень рада тому, что многие персонажи, которые с очень негативной темной стороны показали себя во второй книге, в третьей все-таки показали другую сторону своего поведения, почему они так поступали. Мне очень понравились здесь слова о том, что раньше, в то время, когда были созданы эти персонажи, они были олицетворением эпохи, всей эпохи. Например, тот же герой нашего времени Печорин, то есть, он олицетворял не только одного лишь персонажа, а вообще, в принципе, молодых людей того времени, ну, огромного количества людей. И то, что тогда они были лицом эпохи, сейчас же они стали мерзкой мордой. Ну, это я утрирована, ну, в общем. Они стали ужасными людьми в нашем обществе. И все те характеры, которые там считались плюсом, здесь они оказались, ну, немного не тем, чем представлялись нам раньше. Концовка. Ну, вообще, я в самом конце. Здесь есть истинный эпилог. Концовка. Я после нее сидела, смотрела в одну точку и говорила просто... Я просто сказала, что, как вообще это возможно. То есть, как автор подвел к такой концовке. В общем, читать всем, кто любит классику, кто знает канон, характер по канону всех этих героев, а также тем, кто, наоборот, классику не читал. Потому что у меня конкретно неимоверно огромное желание знакомиться с прототипами, ну, в общем, с главными героями, откуда они и взяты из всех тех книг. Там огромный список, просто потрясающий. Поэтому книжные черви – это просто уникальное какое-то произведение. Оно запоминается, ну, навсегда, навсегда. Потому что аналогов я не встречала, и их нет. Их нет. Поэтому в отзыве все прочитайте. Давайте дальше. Дальше. Дальше я дочитала после бури Бакман. Это была сердце-дробилка. Как я вам и говорила, я ожидала этого, я это получила. И отзыв я вам вчера тоже написала. В общем, меня вчера какой-то у меня был вдохновение. После всех прочитанных за последнее время книг, у меня какое-то вдохновение вчера проснулось. Я написала сразу же три отзыва. На Бакмана, на книжных червей, на Олег П. Первый сегодня вам уже опубликовала. В общем, для меня «Медвежий угол» — это любовь навсегда. Просто навсегда. Бакман создал что-то потрясающее. Цитаты здесь можно... Это, мне кажется, еще я мало наклеила. Потому что здесь просто в каждом параграфе, мне кажется, можно что-то выделить на цитату. Настолько тяжелый вот этот мир, противостояние двух городков. И знаете, я всегда люблю смотреть глубже. То есть это же ведь не только противостояние двух городков в глуши. То, как люди ненавидели друг друга, они соседи, буквально соседи. Но это можно ведь и растянуть на масштаб страны, масштаб вообще континентов. И вообще людской природы. Насколько просто столкнуть лобами два противоборствующих города. И здесь один из персонажей — это политик. Вот он сказал, когда у него созрел некий план по тому, как получить голоса избирателей, у него была такая фраза. Человек обычно не выбирает себе больше одного врага. То есть если дать им ту сущность того человека, ту силу, которую им стоит всем ненавидеть, то голоса за свои получишь. В общем, по остальному спойлерить ничего не могу. Естественно, здесь очень много поворотов таких с летальным исходом одних из основных персонажей. Ты у Бакмана никогда не знаешь, что произойдет с конкретным человеком. Ну, собственно, как в «Игре престолов», где ты ставил на одного, а потом оказалось, что не так нужно было думать. Ну, в общем, в отзыве тоже вам все опубликую. Ну, я вообще, я просто в восторге. Здесь есть значок вот такой, сейчас я вам покажу. Вот такой конкретно значок. Ну, похожий на него я бы хотела себе вот так на свитшот большой, большой, прям на грудь. Естественно, здесь не на русском будет написано, на шведском, на оригинальном Бьернстадт-хоккей. «Медведь» немного другой. Я нашла на Пинтерест. Там прикольно делали арты, и вот я себе его присмотрела. Хочу именно сюда. А сзади будет «Ович-16». Ну, потому что это тоже основная часть истории. Беньи Ович, он, ну, считай, главный, практически главный герой, хотя так выделить их невозможно, потому что там все уникальные, и у каждого очень прописана хорошо его история, его мысли, его поступки. Ну, просто, просто для меня вышка. В общем, вы поняли, что я просто вся с головой утонула в медвежьем угле. Я его обожаю, рекомендую всем. Кому-то, может быть, не зашло, мне писали по первой книге, не зашло. Здесь вот как сойдутся карты. То есть для меня медвежий угол с первой строчки, с первой строчки первой книги был в... Далее покажу, с какой книги я начинаю свой сентябрь. Этого автора я уже читала, и книгу вам это уже показывала. «Иная песня хаоса» Мария Токарева. Книга в суперобложке, она, естественно, у меня с автографом автора. Я читать ее буду без суперобложки, вот так, вот так. Здесь, ну, просто дизайн, вообще пушка. Потому что я такой человек, который обязательно что-нибудь у него случится с просто бумагой. Я не могу так рисковать. То есть читать я буду вот так. И у меня к этой книге есть вот такой мини-мерч. Я бы так сказала, здесь открыточки. Сейчас я вам их покажу быстренько. Вот такой, смотрите. И это славянская фэнтези. Это все славянская фэнтези. Ну, просто. Просто обожаю, когда вот какое-то есть дополнение для книги. Ух ты. Ну, в общем, ждет нас что-то крышесносное. Слушайте, пушка. Так, открыточки эти я буду использовать. Эти открыточки в качестве закладок. У меня всегда в книге лежит стикер-пак. Ну, стикер, который я клею по мере чтения, чтобы потом на каких-то моментах останавливаться, или цитаты вам публиковать. В других соцсетях я даже фрагменты, большие фрагменты публикую, чтобы понять стиль автора. И открыточки я часто меняю. То есть, буквально за чтением. Там я могу читать книгу три дня, но я могу десять открыток поменять. Ну, потому что просто я люблю вот такую движуху, чтобы что-то менялось. И далее. Далее показываю. Ну, наверное, давайте сразу вот с этой самой посылки, которая меня очень удивила. Я просто в шоке. Значит, сначала книга. Книга тонкая. Книга называется «Уснувший вулкан. Амелия Картер». Вот, посмотрите на обложку. Просто запомните элементы, которые здесь есть. С ней вместе, вместе с книгой мне пришли четыре элемента. Ладно, не буду убирать прямо обложку. Показываю. Во-первых, вот такие закладки. Вот так я сейчас прям при вас их открою. Я их не смотрела, чтобы вместе посмотреть. Фениксы. Просто. И они, видите, какие? То есть, они закатаны вот в эту пленку. То есть, они вот, ну, гладкие. Они в тон вот этого элемента феникса. Вот такие они потрясающие. Вообще. Просто, блин. Вау. Вау. Такие, значит, закладочки. Целый комплектик. Далее. В тон книге пришли стикеры. Ну, цвет пушка. Просто пушка. Далее. Смотрим еще. В тон книге пришел вот такой браслет. Браслет из натуральных камней. Я раньше плела браслеты. Занималась ими, ну, прям профессионально. У меня были мужские браслеты. И пользуются они огромным спросом. А потом я что-то как-то поняла, что все, устала, не хочу. Это камень, лава, вулканическая лава. Видно вам или не видно? Я его прекрасно знаю. Он самый, самый продаваемый. Это самый продаваемый камень, потому что он, ну, чисто мужской. И такой вот, да и для девчонок. Я обожаю этот камень. И вот здесь посередине, смотрите, корона и вот такой камушек. Как кусочек вулканической лавы, который только что, значит, он затягивается. И вот так он носится. Я его оставлю пока на себе. Ну, потрясающе. Он мне, кстати, под любой образ подойдет. И далее. Что еще основное? Когда мне пришло... Сейчас, дочка. Когда мне это пришло, я подумала, муж, что ли, мне заказал. Потом смотрю на обложку книги и понимаю, смотрите. Смотрите, какое животное вы здесь видите. Так вот, смотрите, вот оно. У меня доченька его уже отжала, но я ей сказала, чтобы она не отрывала ни в коем случае вот эту вот, значит, ну, вот эту бумажку. Потому что, чтобы показать, что новенькая игрушка, она была в упаковке. Он такой милый. И у него жесткая мордочка. То есть здесь он плюшевый, а здесь он жесткий весь. В общем, вот такой прекрасный наборчик у меня в тон обложки книги. Я вообще в шоке, просто в шоке. Все настолько классно продумано, что тут просто нет слов. Ну, просто нет слов. И браслетик. Вау. Просто вау. И давайте, наконец-то, распечатаем вместе с вами коробочку. Я забрала посылку с маркетплейса. Сейчас, секундочку, я все положу, чтобы у меня ничего не упало. Тигр мой. Так, ладно, посажу его здесь. Он отношения к новой книге не имеет. Спи, малыш. Он мне очень понравился вообще. Вот эта морда, то, что она у него, мордочка именно твердая, очень необычная. Такая посылочка. Сейчас мы с вами все распакуем. Ножечек. Главное не обрезать себе руки, а то я любитель это делать. Печатываем. Ух ты. Смотрите. Здесь тоже черная такая основа. Смотрим. Смотрите. Это книга «Поколение. Кто такие подобные?» Автор А. Сарк. Я видела эту книгу у какого-то блогера. Но я, как обычно, не смотрю ничьи обзоры, абсолютно ничьи. Сейчас скажу почему. Значит, о чем книга? Под защитным чаром в сердце Санкт-Петербурга скрывается старинный институт, невидимый человеческому глазу. Его двери открываются только для подобных. Людей с врожденными невероятными способностями. Такое я люблю. Для одних дар, для других проклятие. Ну, как... Это естественно. Если ты попал туда однажды, жизнь уже не может стать прежней. Первому курсу из 16 человек придется преодолевать множество трудностей. Узнавать себя с новой стороны, дружить, влюбляться, плести паути на лжи и даже убивать. Слушайте. Так что вот такой у нас с вами наборчик. Будем знакомиться в скором времени. Это все книги на сентябрь. Еще одна книга мне пришла, но она забрала моя сестра, потому что я уехала из нашего города, где мама живет. Книга пришла туда. Так что как только ту книгу я заберу, я тоже вам ее покажу. В сентябре планирую, планирую читать больше, потому что все-таки надеюсь, что у нас удастся доченьку, значит, начать водить опять в садик. И, естественно, это время я буду тратить на чтение. Я знаю, как в прошлом году. У меня год начинается вот с сентября. И прошлый год для меня это, значит, весна. Ну так вот, ладно. Почему я так это сужу об этом, не знаю. Я планировала судить о своем чтении не по количеству книг, а по времени, которое я трачу на чтение. Потому что есть книга, ну тот же Бакман, на 700 страниц, а есть книги по 300 страниц. То есть это неравноправный какой-то обмен, посчитать, что я вот 8 книг в том месяце прочитала, или я прочитала там 15. Ну то есть каких 15? Если по 250 страниц, ну то есть но. В общем, ребят, давайте увидимся. Пофоткаю вам книги, пофоткаю развороты. Буду публиковать дальше отзывы, подборки. У меня очень классный актив сегодня был запущен в ВК и Телеграм. Интересный форматик я такой вам придумала. То есть я постоянно придумываю что-то новое. На месте я не стою. Если кажется, что я чего-то не публикую, я о чем-то забыла, нет. Все мои мысли в блоге, все мои мысли в новых форматах. Я постоянно их, значит, у меня такая отсев. У меня их миллион, этих мыслей. Но как бы насколько они будут актуальными, я постоянно об этом думаю. Поэтому вот так. Читаем, обсуждаем, работаем дальше. Осень я обожаю. Особенно, когда сейчас будет время таких курток прохладного времени. Всего такого. Все, лето. Хорош. До свидания. До следующего года, дай бог. Всем дожить. Осень я люблю. Так что надо какой-нибудь марафончик вам запустить. Я о нем уже думала. Сейчас похолоднее будет. У меня настроение будет на марафон. Я вам его анонсирую. Забыла закончить вам мысль и не сказала, почему я не смотрю обзоры других блогеров. И практически не читаю отзывы других блогеров. Это, так сказать, обратная сторона блогерства. То есть я не обычный читатель. Я не ищу книги по отзывам. Я не могу позволить себе, чтобы чье-либо мнение влияло на обзор книг, которые я выдаю. То есть мои эмоции, это чисто мои субъективные эмоции. Когда я рассказываю о книге, я рассказываю все только лишь из своих мыслей. То есть все равно, даже тех блогеров, которых я люблю и периодически смотрю, то есть мнение по одной и той же книге может разниться колоссально. Просто колоссально. Даже тот самый Алекс Де, которому я в свое время, ну, после моего отзыва он купил книгу Сафона «Тень ветра». Он мне потом сказал, что это за кошмар и нудятина. То есть Алекс тогда взял эту книгу в отпуск и не знал, как от нее вообще избавиться. Он не мог ее дочитать. А я в восторге от «Тени ветра». У меня есть две книги продолжения. Я буду их, естественно, читать. Дай бог все получится. Так вот, именно по этой причине. То есть все равно, если ты послушаешь отзыв другого блогера до того, как ты сам прочел книгу, ты волей-неволей будешь обращать внимание на те моменты, которые он указал. Если ты обычный читатель, это только в плюс. То есть ты слушаешь различные мнения различных блогеров. И потом, когда сам прочитал книгу, ты понимаешь все-таки, чья позиция тебе была ближе. Ну, потому что разгромных книг, которые, например, очень многие восхваляли, а мне, например, они не зашли. Или наоборот, которые многим не зашли, но тут те же воронята. Ну, для меня это вообще любовь. Любовь всей жизни. И, естественно, если бы я посмотрела видеообзор другого блогера на эту трилогию, я, может быть, тетралогию, может быть, даже и читать ее не стала. Но я прочла эту любовь в сердце просто навсегда. То есть количество моих подписок на книжных блогеров сократилось в 3, может, в 4 раза. У меня там минимальное количество, наверное, подписок 30. И я как делаю? То есть когда я скучаю по каким-либо каналам, я просто через поиск захожу, вспоминаю их и смотрю там сторис, могу полистать книги, которые они читают, но не более. То есть для меня это профессиональная деятельность. Я всегда говорила, что это моя работа, она есть и продолжается. То есть никогда не говорила, что это мое хобби, это не хобби, когда ты вкалываешь столько, сколько вкалываю я на самом деле. Ведь за кулисной работы ее никто не видит. То есть вы видите только итог, только вот, ну, что-то положительное, какие-то эмоции, результат. А саму работу за кадром никто не видит, сколько времени на это на все тратится. Поэтому вот так, вот по этой причине я не смотрю обзоры. Вот так.